Добрый, добрый, добрый день всем! У микрофона друг, это студия игрокам ТВ И мы продолжаем трансляцию Айлиги Третий матч у нас уже сегодня Айли... Четвертый даже, да Четвертый матч у нас Айлиги Две игры между командой Ньюби Янг и Тонг Фу Мы посмотрели Там Ньюби Янг две победы вырвали Ну и Тонг Фу решили отыграться на команде Дримгейминг Первую игру забрали Вторая ответная катка И посмотрим, кто будет на этот раз сильнее У команды Дримгейминг появляется Мирана А значит, Шадоу Демон должен был бы отправиться у нас в бан Нет, СД у нас не улетел Поэтому вполне может быть, что сейчас СД появится в пике команды Дримгейминг Ну, это было бы логично Мирана и Шадоу Демон Что может быть проще, интереснее и приятнее Просто на фул рэндж стрелы запускай Нон-стоп, а там... А там не сложно Я не знаю, почему Дримгейминг думают еще Или хотят показать, что это они СД потом выбрали Просто как вариант Они думали сразу о нем Хотя, может, конечно, и не Шадоу Демон, но тогда это будет немножко удивительно По пику команда Тонг-фу Бристлбек Омни Найт Венжи Фулл Спирит и Снайперы Единственный, кто ломает комбу Это Омник Ой-ой-ой, Энигму Собирает себе команда Дримгейминг Мирана будет обычным керри Без ничего Без никого Без помощи Без какой-то подставы Под стрелу Ничего такого не будет Мирана у нас будет сама по себе И если будут стрелы То только от ровности рук Человека, который будет управлять данным героем Со стороны команды Тонг-фу Бристлбек Брюмастер Омни Найт Венжи Фулл Спирит и Снайпер Какой-то убер вообще Дамажащей силы У команды Дримгейминг Толком-то и нет Мирана Бёрст Дэмэдж не наносит Точнее наносит Но этот Бёрст Дэмэдж Равен 320 От её Старшторма А так в принципе И непонятно кто будет Серьёзно дамажить Есть правда Зевс Который ультит И который Хоть как-то будет у нас Разносить Тонг-фу В начале файта Но в целом команда Дримгейминг Вообще должна очень сильно Быть зависима от фарма И от артефактов Которые будут появляться На героях По команде Тонг-фу Команда Тонг-фу Хорошая толстая стратегия Брюмастер Омни Найт И Бристл Бэк По идее не должны умирать По идее должны Если умирать То очень даже редко Ну и команда Тонг-фу Также имеет Вообще супер Дамажащего снайпера Который Начиная с фазов И Мома Должен команду Дримгейминг Начинать унижать Ну и Кабун На Венжи Фулл Спирит Хороший саппорт Который не только Спасает твоих тиммейтов И помогает ганкать Но еще и дает Массу дэмэджа Тому же снайперу В пятером Игроки команды Тонг-фу Завардили у нас Спот С нейтралами Ну всего один Ну и И дальше Дальше продолжают Поставили вард На Первый спот Нейтралов Команды Дримгейминг Значит Энигме В лесу делать нечего Энигма у нас Я так понимаю А что тогда Куда девать Энигму Здесь Клокер Фармит на сложный Никуда Энигма Не уйдет отсюда Точнее Никуда Никак Энигма Не пойдет у нас На сложную линию Соберется Отправиться Соберется Пойти в лес Там Ничего хорошего Тоже его не ждет Неприятная конечно Ситуация Очень Скоординированно Поступили игроки Команды Тонг-фу Быстренько пошли Завардили все Везде И теперь смотрим Где будут крипы А где их и близко не будет На мидлейне Стоит Зевс Против Снайпера Ставлю на Зевса Мирана у нас Формит легкий Лайн И помогает Ей в этом Рубик Значит через Телекинез Будут эти стрелы Идти Тоже в принципе Да Упустил я Немножко из Внимания Данный факт И Энигма Отравляется На линию Демонс Пошел К Клокверку Сам по себе По лесу Не гуляет Возможно Есть уже инфа Что все завардили А возможно Возможно Изначально Была именно Такой задумка Главное Получить левел У нас Энигме Дожить до Блэкхолла А дальше Будет что будет У Мираны Ситуация С фармом В принципе Неплохая Бристлбэк Сильно Мирану Накалять не должен Все таки Рэндж Неплохой У Мираны Да и Дэмэджа Тоже Нормальное Количество Купил себе Рейсбэнд Добивать Денайть Убивать Крипов Все это Возможно Пожалуйста У Мираны Уже 3 на 2 А нет У нас Ничего так Смотрится Бристлбэк У Бристата 6 на 3 Уже Клоквер Просел по хп Очень сильно На топ лейне Энигма Фуловый Клок весь удар На себя принял Энигма В нем вообще В файте не участвовал Ну и что на топ лейне Кто там у нас Дамажит У нас Ред На брюмастере Играет Это фармящий Пандариан Брюмастер Венга Саппортит И Омни Найт Тоже здесь Саппорт Смещается На мид лейн Снайпер Проседает В хп Но здесь Через Нижнюю и верхнюю Идет у нас Зевс Без Пока что Пассивки Даже странно Почему Дальше Я думаю Увидим 2 минуты сыграно Посмотрим Кто как фармит В ноль Уходят у нас команды Тонгфу даже немножко В свою сторону Поворачивает графики И по экспириенсу Тонгфу на 300 Опережает своих соперников У демонса 460 на руках Есть уже Сейдж Маск Скорее всего Это выход Сол Ринг Энигме Это очень даже Необходимо Фрагов Пока не делали Вообще Глобал Страта Команды Дримгейминг Я так смотрю Не самая плохая На самом деле Если в Блэкхол Попадут все А это не сложно Мирана в принципе Имеет ульт Который позволяет Энигме Подходить В самые вообще Каверзные места Команды Тонгфу И делать Хорошие Серьезные Блэкхолы Главное Провязать где-то Мунлайт Шадоу В отсутствии Вижена команды Тонгфу И да У Энигмы Есть шанс И без Даггера Нормальный Блэкхол Дать То есть Подходить Варианты Есть А в Блэкхол Четырехсекундный Можно в принципе Напихать Тоже есть Что Фейтболт от Рубика Дальше Старшторм Дальше Ульта Зевса И гляди Где-то Двух-трех Саппортов Можно и отковырять На нижнем лине Брист по-прежнему Великолепно себя чувствует 13 на 5 У него У Мираны 10 на 7 У нее есть Рэндж Неплохой У нее Легкая линия Но при этом Мирана у нас При этом Мирана у нас Проигрывает По фарму От Бристлбека Четвертый с копейками Левел У Бриста У Мираны Только-только Четвертый левел Накапал Клок в это время Третий левел И немножко Больше там Себе насобирал Но в принципе Клок Плоховато идет Энигма Отправляется В собственный лес Здесь вард Как стоял Так и стоит Есть На всякий случай Еще споты Для Энигмы Ему не критично Иметь 5 спотов Здесь Хотя бы 2-3 Если имеются То Энигма Должен справляться Что-то не так Понял Энигма Что-то пошло не так И Крипов здесь Как не было Так и нет Мирана Начинает у нас Терпеть Ну и что И ФБ Забрали в итоге У нас Бристлбека И Айо И Мирана В этом файте Участвовали Ну и Фестблат Для Мирана Это очень важно Для команды Дримгейминг Мирана Напомню еще раз Мейнкерри В данном коллективе Странно слышать такое Но да Мирана Мейнкерри Редко вообще Кто-то берет Мирану Как Главную Формящую силу Больше Это какой-то Сэмикерри Нюкер Ганкер Роумер Что угодно Но Не стоящий На лайне И формящий Герой С потенциалом Выхода В жесточайший Лейд Ну как-то Не договариваются Между собой Рубик И Бристлбек И поэтому Рубик Сейчас скорее всего Умрет Но здесь Сэмирана Может Кстати Огрести Брист Забирает Первый фраг Для себя И вообще Первый фраг Для команды Тонгфу Ошибся Рубик По-моему Скорее всего С телекинезом Стрела Если попадет В Бриста На фул рэндж Вот это жесть И неужели Никто не пойдет Бить Да он же До утра Здесь будет Брист стоять Нет Брист у нас В итоге Без демеджа Остался Никто его Не стал добивать Но стрела Крутая Полетела у нас Отмираны Непонятно Правда Зачем Если не собирались Дальше убивать Стрела была Роскошная И эта роскошь В принципе Вылилась В ничего Абсолютно Брист Сейчас выйдет На Энигму И демон Здесь скорее всего Отъедет Шестого левела Бристлбэк Бедняжки Эдолоны Бедненькие Столько денег Подарили Бристу И все Брист отсюда уходит Денег заработал Можно валить Пусть Мирана Там вместе С Рубиком Корячится Мирана вообще У нас перетянулась На Никуда Пока что На собственном фонтане Летит на мидлейн Кабуна Лоу хп Под шрапнелью Стараются Развалить здесь Зевса Зевса убивают Минус 1 Делает команда Тонгфу И Дримгейминг Тоже отправляет В таверну Венджи Фулл Спирит Мирана прилетела Сюда немного поздновато Хотя Килл сделала Конечно Но подсейвить Своего Тиммейта Своего Мидлейнера Не получилось 7 минут На данный момент Сыграно По голде Тонгфу На 500 Выигрывают Снайпера Еще одна стрела Но теперь-то Можно забрать его Хилит его Омник Ой как неудачно Мирана вышла Да Снайпера скорее всего Заберут Но и Мирана Здесь умрет В итоге Мирана забирает Снайпера И Между собой Делят у нас Голову Мирана Игроки Команды Тонгфу Снайпер И Омни Найт Ох как не повезло Бедняжке Миране Что Омник оказался рядом И как хорошо Для команды Тонгфу Что Мирану смогли забрать Но стрелы летят Просто на ура У нас от Мираны И это приятно видеть У Клока Шестой есть Хукшот готов Можно врываться Здесь в Реда Баттериассаут Будет ли Хватит ли Должно В принципе Но здесь уже Винга в спину заходит Лучше бы в соло Клокверк развернулся И на Кабу напал Но не видят здесь Кабу А теперь видят Теперь Клок может врываться В кого угодно Пошел врыв у нас Вингу Коги ее закрывают Винга отъезжает Без вопросов Ред На лоу ХП Не хватает МП До Праймал Сплита Куда же ты ушел Ред Ред Под Миднайт Пульсом Под Баттериассаутом Забирают Два фрага Игроки команды Дримгейминг Мирана Тоже была здесь И Энигма Забирает фраг И еще одна стрела У нас Еще одна стрела На лоу ХП В итоге оказывается У нас Омни Найт Да Мирана Просто божит В этой катке Седьмой левел Сейчас будет уже Восьмой На восьмой минуте 5-1-1 КДА Шесть фрагов Сделали игроки Команды Дримгейминг Все это Благодаря Миране Где Мирана Там И ганки Там убийства Там плюс Рубика Развалили на мидлейне Так ему и надо Не надо самому Стоять на мидлейне Против снайпера И Бриста В итоге Команда Дримгейминг Теряет двоих Счет становится 6-5 Понетворс у Мирана На втором месте Чуть-чуть Уступает снайперу Десять голды Понимаете Это не серьезно вообще Ждем следующую стрелу Стрелы получаются Роскошные У 7-7-7 Пошла стрела в лес По Винге Чуть-чуть Под хвостом У Винги пролетело Не попало Под хвостом Я имею ввиду Конечно же Прическу ее У Зевса Ульт уже есть Можно драться Праймал сплит Юзает панда И все разворачиваются Бежать Эниггман Скорее всего Здесь умрет Сол ринг В КД Поэтому даже Блэк Холл Не дать Ульта пошла У нас От Мираны Зевс Разваливает Кабул Ловит кирпич Вард Поставили игроки Команды Тонгфуд Забирают еще и Зевса Одну Вингу Разменяли на всех Мирана в инвизе Неужели непонятно Что-то здесь не так Лип есть у Мираны Быстрее бежать отсюда Но Шрапнелью не достают Шрапнель забирает себе Рубик Нет Не Шрапнель Тюрификейшн забирает Рубик Очень даже полезно В это время Умни Найт Разваливает у нас Клокверк Счет становится 8-7 Мирана не умерла И это важно У нее мега киллстрик И лучше бы ей Жить как можно дольше По голде Тонгфу Выигрывают Тысячу По экспириенсу Тоже по тысячу В пользу команды Тонгфу Несмотря на то что Дримгейминг На один фраг больше имеют Ну и Ю-9 у нас Никуда не девается Все время фармит Все время участвует в файтах Поэтому Снайпер топ Нетворс на карте Ой-ой Как много денег Здесь собрали для Снайпа В принципе Это уже готовый Мом Здесь вот гуляет И догуляется Да Рецепт на Масков Мэднес Уже летит К Снайперу Так В это время у нас Забирают Энигму Еще раз Бристл Вэг Вместе с Брюмастером Не пожалели Саппорта команды Дримгейм Гейминг Так Стрела опять Отмер раны По Брюмастеру Но здесь есть Даггер Просто так Брю попадать у нас Теперь под стрелы Не будет 8-8 Становится счет По голде Тонгфу Отрываются 2 тысячи По золоту По экспириенсу Полторы тысячи В их пользу Ждем Очень много Зависит от стрел Команды Дримгейминг И то Как Мирана Реализует Свои скиллы Поэтому Лучше конечно Миране быть Поточнее И Со стопроцентной Вообще Точностью Выходить В лейт Иначе Немного Команды Дримгейминг Может светить В итоге Бриста Убивать сложно Сейчас уже Брюмастер Тоже Неприятная цель Ну и снайпер Как выживать Под поливкой Снайпера И Шрапнель Там И просто Дэмэдж Скорость атаки И ульты Так Винга у нас На лох хп Винга разваливается За счет Клокверка И за счет Точного хукшота Развалили Вингу Правда Зевса Тоже потеряла Команда Дримгейминг 9-9 Стал счет Шрапнель Забирает Рубик Так дай же Под ноги Дай под ноги Снайперу Шрапнель Пошла Шрапнель На Шрапнель Ассасинейт Рубик у нас Умирает Стрелой Мирана Промахнулась И все Это стоило Жизни Рубику Так бывает У Мираны Есть уже Глоссов Хейст Я думаю Что будет В Мейлстром Выходить Мирана Для фарма Наверное Идеальный Вариант Для данного Героя Одна молния Прошла Дальше Старшторм Пачки Крипов Нет Даже Ни одной Сколько Там Соберется Пачек Крипов Столько И не будет Ну и Демеджи Нормально Да и Скорость Атаки Все это Необходимо Миране Поэтому Данный Артефакт Скорее всего Будет На данном Герои Зевс Восьмого Левела На Мидлейне Загнали Зевса У нас тут Под Тауэр Подходить Близко Страшно Стрела Полетела От Мираны Опять В никуда Раньше Было Точнее Ассасинейт Забирает Снайпер Ничего Себе Просто Можно По КД Думать Нечего Даже Правда Здесь Есть Перификация От Омни Найта Может быть В Омника Стоит Дать Нормальный Ассасинейт Еще Одна Стрела И Опять В никуда Перестала Здесь Вести 777 Прыгает Нас Ред Под Еще Под Деф От Омни Найта Ульта Пошла От Мираны Вардить Никто Не Стал В итоге Забрали Вингу Келлингспри Уже Умираны Умираны 6-1 Да 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 Все Таки Третий Фраг Подряд Бессмерти Я думал Там уже Мега Килл Идет Умирана Умирана У нас Сначала Убивала А потом Умерла Зевс В лесу 10-10 Чет По Галде Дримгейминг 460 Забрали И по Экспириенсу 780 Тоже Для них По Графикам Тонгфу Впереди На 3000 По Экспириенсу На 2 Да Ладно Да Ну Да Брось Ты Мирана Приобретает Себе Hand of Midas Не Мэл Стром А Hand of Midas В какой Жесточайший Лейт Собралась Команда Дримгейминг Кому Он Нужен Непонятно Ну Я думаю Брислбэк Здесь В принципе Страдать Не Должен Хотя Есть Телекинез Старшторм Пока Что Не Юзался Ждет Мирана Ульта Снайпера На ней Мирана По-моему Своего Дождалась За и Вейдили В итоге Ульту Снайпера Мирана Убегает Но Брист Прямиком За ней У Бриста Есть Давным Давно Ульт Ульт И Уже И второй Ульт Есть Поэтому Брист Не может Себе Позволить Бегать Так Локвер Хогами Отрезает Здесь Бристлбэк А ему И здесь Комфортно Блэкхол Будет ли или нет Миднайт Пульс Блэкхол По одному Бристу Бриста Убили Мирана Доминейтинг И это очень хорошо Для команды Дримгейминг Что именно ему Достался Бристлбэк Стрела В никуда Кабу На лоу ХП На лоу ХП Здесь и Рубик Снайпер Все это время Под репелом Стоит и валит Снизу Вверх Минус 2 Делает команда Тонгфу Теряет только Рубика Зевс в кустах Знают что он здесь Как я понимаю И сам тоже умирает И стрела еще От Мираны прилетает Где ты Нет Маны нет У Мираны На Старшторм Врываться смысла Никакого В итоге Снайпер убивает Двоих В этом файте Счет у него становится 5-1-2 У Мираны Счет 7-1-1 Снайпер отрывается 7-600 у него И 5-800 для Мираны Почти 2000 разницы И снайпу Ничего не надо делать Он независим От Маны Совершенно Ему просто нужно Стоять и райд Кликать на крипов Миране надо Попадать стрелами Ей необходимо Тратить Ману на Старшторм Который Очень заманчивый Сам по себе Он имеет Миниатюрный Абсолютно КД Бьет всех Но стоит Не так уж Идеживо По мане Всегда хочется Клацнуть по этому Скиллу Когда ты видишь Пачку крипов Ну а Миране Всего-то на 3 раз каста Хватает С учетом Если будет Еще хорошо Мана регениться Перемещается Мирана На топ лейн Вместе с демонцем На Энигме Блэк Холл Уже был проюзан Поэтому 100 секунд Его не будет Как тут пойдет файт И пойдет ли вообще Сейчас увидим Рэд На топ лейн Не идет У них своя Цель У них своя задача Выйти на Т1 По миду Теперь можно Попробовать Подефать Т1 На топ лейн Нет Демонс Забирает Топ лейн Для себя Ну и Мирана Здесь уже По крипам Главное Есть Блэйда Фалакрити На Мирану Будет Это Яша 100% И Дальше Манта Стайл Сборка в принципе На Мирану стандартная Мелл Штром это такое На самом деле Даже нет его В рекомендуемых артефактах Но Очень полезная вещь На Миране Мне кажется Была бы пополезнее Чем Хэнд оф Медас Все таки Дэмэджа Приличное количество Наносят И результат Такой же Что Можно Гораздо больше Заработать с Мелл Штором Чем с любым другим Артефактом И по моему Даже Не меньше Пользы было бы От него В денежном плане Чем от Медаса Ладно Уже Есть этот Артефакт И никуда Мирана его Девать не будет Винга Винга готова Высвапывать Энигму Главное Что поближе Был Ред Стрела полетела У нас Попадает в Кабу Тут просто Она под сейв Меднайт пульс Под ноги Бежать Тонгфу Тонгфу Понимает Кстати еще и Репел Появился Стрела Окей Тоже неплохо На самом деле Да Ну Понятное дело Репел Снимать Нужный Диффуза Что делать Снайпером Если вдруг Не будет возможности Дамажить Его не попадает Стрелой Мирана Близко Очень было И к одному И к другому Ну и Диффуза Чтобы Без репела Оставлять Оппонентов Своих Ульта Пошла у нас От Зевса Или нет Да нет Просто играется У нас Зевс Со своим Ультимейтом 20 минут Сыграно Тонгфу 3000 по золоту И по экспиренцию Чуть меньше Трех Миднайт Бульс По Т1 Команды Тонгфу На нижнем Лайне Ред Просветил У нас Клокверка Клок Тут Большущие Опасности Хотя есть Коги Но Здесь опять же Снайпер Недалеко Снайпер Клока У нас просто Напросто Не выпустит Шрапнель Залил в Коги Вижен Есть просто Видишь И бьешь У снайпера Совершенно Несложная Задача У Реда Появляется Владмир Это дополнительный Дэмэдж Для снайпера И это Плохо Для команды Дримгейминг Там еще есть Вингаульт А пошла у нас В Зевса Не попадает Не хватает Точнее времени Зевс у нас В итоге Улетает на базу Хотя по моему Даже выстрелил Снайпер Если не ошибаюсь Да Выстрелил Целился Выстрелил И Ульт В никуда Попробежимся Давайте по артефактам У Энигмы Появляется Даггер После Мекки После Солринга Все прекрасно У Энигмы У Мираны До Диффузов Осталось Нафармить Совсем чуть-чуть 500 голды Все остальное Мы с вами Видели У Зевса Есть Транквилы Гловс оф Хейст Не знаю куда Зевс с этим Гловс оф Хейст Собрался Тоже наверное Будет Медас Себе тарить Не будет Уже Уже приобрел У Клокверка Есть Форстав Урнов Шадоу Транквил Буцы Ну и Всего по чуть-чуть Всяких Дополнительных Штукенций Ну и Транквил Буцы Брасер Для Рубика С стороны Команды Тонгфу Ничего Нет у Омника Вообще Фулл Саппорт Фул Прифул Стрела Попадает У нас В Омни Найт А на тебе Саппорт У Бристелбека Уже Готов Худ Готов Вангвард Сэндж Есть Для Бристелбека Брист Укомплектован Просто Жуть Как У него 11 тысяч Нетворса У Кабу На Венш Фулл Спирит Только Транквил И Больше Ничего У Омника Просто Ничего Кроме Мэджик Вонт И Тапка И у Брюмастера Есть Блинк Даггер Есть Владмир Мэджик Вонт И Даст Еще Ну и Теперь Последняя Последняя Единица Последняя По порядку Которую Я называл Но не по значению У снайпера Уже есть Сэнджин Яш Масков Мэднес ПТ Рингов Аквила И это не все 3 300 Для снайпера На руках Мутазевса Сгрызаются Здесь В ЛПС Омника Должны убивать Омник на лоу хп Но живет Репел на себя И пошел драться Вот меднайт пульсом У нас здесь Омник Гвардиан Энджел Пошел Ну и что Неужели умрет Да Омник у нас Самоубийство В итоге творит Чистейшей воды Для снайпера Где в это время Мирана Мирана бежит отсюда Ловят ее И скорее всего Могут и не отпустить Мирана Есть лип Все Мирана убегает Отсюда Диффуза пока что Не юзал Здесь 777 А надо бы Ну и все И допрыгалась Мирана Непонятно Как ее теперь В принципе Сэйвить И чем ее Сэйвить Непонятно Праймал сплит Рубик украл Просто надо ждать Появления Мираны Энигмы Клокверка Всех-всех-всех И Тифайтится Пока есть Праймал сплит Но это Одно из лучших Что может украсть Рубик вообще Рубик у нас Превращается В трех Сильных панд Вместо одного Я даже не знаю Кого человека Или кто Кто он Вместо одного Рахита Потому что Сам по себе Рубик конечно Мягкий В файтах А тут на тебе Три толстяка Из такого Худенького Паренька Выпрыгивает Зевс 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 Да В глаза мне Бросилось Немножко Странно И Да когда Эту игру Решили играть Дримгейминг Непонятно У Мираны Есть диффуза После Медаса На что Зевс у нас Пойдет Но в принципе Стандартная схема Вряд ли Какие-то будут Инновации Думаю Что будет Бладстоун На Аганим Зевсы В основном Завис Ульта у нас Пошла в От Зевса Ред Без Праймал Сплита Еще очень много, чтобы выжить в этом файте Клок забирает этот фраг Вместе с Зевсом А Мирана Мирана нет, Мирана здесь не присутствовала Думал, еще один файт Нет, Мирана просто у нас по рунам бегает Стрела пошла от Мираны В Кабу не попадает Только потому, что Кабу так захотел Ну и вардят, де вардят Тонг-фу занимаются Организация вообще пространства для фарма И всего остального, Рубик у нас Хотел сделать ТП-аут В итоге Праймал Сплит юзает Рубик и выживает Вот, пожалуйста, сила-то какая Богатырская Куча панд, бьют все сильно Правда, фиолетово В команде Тонг-фу на этих панд Потому, что там снайпер, снайпер не проседает вообще по ХП Главное, что Рубик выжил Могло бы так и не быть Если бы не Праймал Сплит, неважно, что угодно бы украл Рубик Он бы в файте не выживал Единственное, что его могло спасти, это Праймал Сплит И очень ему с этим повезло Опять точная стрела от Мираны Просто какой-то партизан вообще у нас С эти три семерки Стрелы абсолютно с разных сторон постоянно вылетают И не поймешь вообще откуда ждать беды В команде Тонг-фу Ну, плохо только для ДГ, что эти стрелы не превращаются ни во что вообще То есть дали дэмэджи 320 Омник это все выхилял И забыли, что вообще можно файтиться Что точная стрела это как бы Старт для файта, который будет в твою пользу Нет, ничего такого Просто дали стрелу и отошли 6000 Тонг-фу по золоту По экспе 5 с копейками Тоже в пользу коллектива Тонг-фу Брю покупает у нас гем Ред отвечает вообще за Вижен на карте Ну и гем не будет лишним Вы понимаете, что у Мираны есть Мумлайт Шадоу Если зайдут Диджик где-то как там Спокойненько в инвизи Протиснутся в ряды Тонг-фу И дадут там Блэк-хол То можно и никому не выжить Снайперс МКБ Против кого? Они не против кого Просто чтобы был Сбивать ТПшки Сбивать Энигми Блэк-хол Что тоже очень важно Ну что, Ред Ред у нас высвапывается Благодаря Кабул Пошел Гвардия на Энджел Все расходятся Энигма умирает Почему Энигма не туда повернул? Вот вопрос Ред дальше за Рубиком Рубика убили Ну и это уже Бьон Годлайк у нас для Снайпера Снайпер идет со счетом 11-1 Мирана в это время 8-3 Мирана сдала позиции И поэтому команды Диджи могут начаться Серьезнейшие проблемы Но они уже есть Тонг-фу выигрывает 8 тысяч по золоту И 7,5 по экспириенсу Снайпер уже в соло Разбирается с Рошаном Ну 27-я минута Неудивительно МКБ есть Сенжин Яша Есть 250 с руки Большая скорость атаки Все, Аджор есть Снайперу главное Дать цель Он будет стоять и месить И ничего даже думать Не нужно 18-20 Умирана 2000 после диффузов До сих пор нет Яша Мирана до сих пор У нас бегает очень медленно Так быть не должно Мирана должна Быть более-менее Защищенной Потому что если она Будет умирать То шансов у Диджи Вообще никаких Появляется Бент оф Элвен скин Я не понял Просто слот что ли занять Продается сразу же И опять покупается Шутки какие-то Вот Мирана Ну оставил Видимо деньги себе На байбэк Если что Еще один килл От команды Тонгфу И делает его Снайпер 12-1 Для снайпера Энигму опять Развалили До того Когда же попытался Энигма дать Блэкхол А у него есть Даггер Энигма с Даггером Не врывается Энигма с Даггером Просто Тупой Пошел у нас Врыв В снайпера Репел на него Повесили Кабу сразу же Высвапывает снайпера В итоге снайпер Стоит за когами И просто стоит Расстреливает Всю команду Диджи Выкупается Энигма Убили Рубика Зевс В принципе Живой Ну что Дальше Погонят Погонят За Энигмой Вижен Есть у всех Энигму Развалили Еще раз 60 секунд Его не будет Ну и 777 На лоу хп Я думаю Что это ГГ для команды Диджи Вариантов Не так много Хотя и на лоу хп Все игроки Команды Тонгфу В коги Закрывают у нас Клокверх Своих оппонентов Ну и убили Только Омни Найта И Вингу Это саппорты Которым по факту Нужно было умирать Летит сюда уже Зевс ПКБ Включает снайпер Начинает отстреливать Здесь Зевса Зевс Сразу же в Геосептер Но сейчас же Все закончится И дальше Снайпер Просто месиво Какой-то из команды Дримгейм 15-1-5 Падает нижняя сторона И шансов Дефать У команды Диджи Просто-напросто нет Возможно Ждут Когда упадет сторона Возможно Хотят еще подраться Но мне кажется Это гудгейм Велплейт Как оно Ну Что уже это ГГ для команды Диджи Поэтому Все что они будут делать Это разве что Тянуть время Своих оппонентов В попытке Нормальный Блэкхол Вкастовать Ну да Было бы стыдно Заканчивать игру Без нормального Блэкхола в пятерых Но пока что У Тонгфу Дичайшее преимущество 15 тысяч по золоту И 14 тысяч по экспириенсу Снесена нижняя сторона На базе команды Диджи У Тонгфу До сих пор Т1 стоит Внизу Т2 На мидлейне Ну и на топе Только все До хайграунда Снесено Теперь чтобы понимали Вы почему И куда эти деньги Деваются 20 тысяч золота И 17 тысяч экспы У Бреста Есть Тараска Есть Вангвард Есть Худ оф Дефенс И Сенжин Яша Для Бристолбека Очень много По моему У Бримастера 3800 на руках После артефактов Которые мы видели У Омника Появляется Клак Аркан Буци Роуп оф зе Меджи И Брасер Омник у нас еще и Барабаны будет собирать У Венжи Фулл Спирит Есть Нет барабаны Наверное Омник не будет Потому что у Винги Есть барабаны У Снайпера МКБ Сенжин Яша Блэк Кенг Бар ПТ Аквила И Масков Меднес И для Снайпера Уже готовый Кристаллис Я и думаю Что не мог Снайпера Ограничиться Только этими артефактами Скоро появится Дайдалус Аквила продается Есть уже в принципе Деньги на Демонэш Надо просто Полететь и купить Снайпер будет Очень сильно бить Он и до этого Не жалел вообще Команду Дримгейминг Что сейчас Начнется боюсь Даже представить Ну и Брист Тараска Сенжин Яша У Бриста 3200 хп Куча демеджа Куча блок демеджа Всего предостаточно Брист у нас На самом деле Сейчас вряд ли Можно его убить В команде Дримгейм Только если Все что есть Вкастовать в одного Бриста Но там же еще Есть персонажи Под смоком Команда Дримгейминг Решила зайти в бок Команды Тонг-фу Блэк-холл у нас По Реду И по Кабу Закрыть их в Коги Через батареи Асаут Закрыть в Коги В итоге Коги в никуда У нас Уходят от Клокверка Клок Убивает Кабу Кабу Не убивает Кабу Кабу на лоу хп Сливается он Сливается Клок Здесь И В таверну Отправляется Рубик Нервы команды Дримгейминг Не вечные И не резиновые В итоге Психанули Написали Good game Well play Ну что Две катки Тонг-фу Дримгейминг Выиграли Не знаю Насколько они Хороши Тонг-фу Ньюби Янг Показали Что в принципе Не в оптимальной Форме Команды Тонг-фу Что Можно с ними Играть Можно побеждать Но тут Дримгейминг Наплужили Еще сильнее Чем Тонг-фу В своей первой Игре Против команды Юби Янг Что друзья На сегодня Мы заканчиваем Трансляцию Услышимся с вами Уже завтра Напомню что Это студия Игрокам ТВ У микрофона Друг Подписывайтесь На наш Твич Не забывайте Заходить в группу Вконтакте Она под Стримом И Конечно же Все вводы На нашем канале Ютуб Пока что Меньше играйте в доту Больше читайте книг До завтра Субтитры